Все мое детство прошло молчание. У нас в семье вообще ничего не говорили. Боялись вопросов, боялись ответов. Молчание было всего удобнее. По воскресеньям нас водили в церковь, но и там не завязывалось никакого общения. Когда мне исполнилось 14 лет, мне в руки попала книга Анны Франковой. Да я и до этого знала бы уничтожение евреев. Но эта книга раскрылась. А дед мой, как рассказал мне, много лет спустя мать остался в герто и там погиб. Через несколько дней после побега все обитатели Гетта были расстреляны. Мать сказала мне, что отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Виттого и ушла. И 800 обитателей Гетта на побегу решили все это. Брабину моего Сталина в Версике достал. И всех его детей добивут братьев и сестер Сталин тоже. Все, как в жизни бывает, или закономерно, не случайно. Вот это уж я не знаю. А случилось очень просто. Мы сотрудничали с международным фестивалем театральным в Люблине, который был посвящен, как раз они приготовили фестиваль, который был посвящен еврейской культуре. И директор этого фестиваля предложил мне приготовление спектакля по заказу фестиваля. И тогда я начал думать, какой бы материал взять. И вдруг мне взбрело в голову, а почему бы не рассказать историю про польских евреев. В принципе, ведь роман Людмилы Улицкой, он в большинстве посвящен полякам. Хотя не только, конечно. Там много очень польских тем. И мне показалось интересным, чтобы взять материал, который соединяет мою культуру, мою религию, православие, ислам, российских артистов, польскую интеллигенцию, и все это вместе попробовать соединить и показать в одном творческом варианте под названием спектакль. И тогда началась полугодовая работа над этим материалом, чтобы найти способ его воплощения на площадке. И вторая вещь очень важна. Это, конечно, тема этого материала, которая для меня до сих пор является одной из самых главных тем. Как в современное время можем ли мы договариваться друг с другом, несмотря на разницы культур, религий, взаимоотношений, денег, социального положения, всего чего угодно. Но если мы умеем находить нити, которые нас соединяют, вот это тогда еще обнадеживает. Если мы не умеем, тогда уже искусством даже не стоит заниматься. В начале 20-го века все неверующие игры винулись в революцию, потому что социализм это очень согласнительная идея. И прежде всего я очень хорошо понимаю, предок мой был идеалист. Да все они были идеалисты, но не получилось у них социализма. Правда, с интернационалом тоже ничего не получилось, провалилось. На новой идее истории новые идеалисты приехали, чтобы строить социализм в отдельную взятую стране, в Израиле. И вот что мы теперь имеем. Причем все это ребята были неверующие. А у верующих была идея «Подайте нам нашу святую землю». Мы верим. А я приехал на святую землю строить социализм, потому что мне не нравится капитализм, а нравится социализм, только не тот. Что в СССР? Это мои опыты работы в лаборатории Ежи Гротовского, это мои опыты встреч с Эуджением Барбо и с людьми, которые занимались такого типа не театром, а такого типа поиском работы с актером. Для меня было важно создать семь судеб, семь как бы моноспектаклей, которые потом вместе должны переплетаться, сплетаться и создавать мозаику, которая является одним общей картиной. Хотя есть зрители, которые, например, уже приходят третий или четвертый раз на спектакль, они уже себе выбирают. И они, например, следят одну судьбу. И они смотрят один спектакль, кто-то смотрит две спектакли, кто-то смотрит ищу кому-то. Так что это тоже важно, что в этом спектакле есть семь спектаклей. И это дает тоже многогранность этого материала и тоже этого романа, конечно. Это одно, а второе, знаете, всегда интересно ходить по каким-то таким неизведанным еще тропинкам, поэтому я когда представил этот материал артистам, они все сказали, что я с ума сошел, и это нереально. Но мы достаточно долго работали, слава богу, они доверяют мне, я им, но и оказалось в результате, что все-таки это реально, что иногда стоит рисковать в театре, потому что тогда это потом воплощается в интересный опыт. Детство привела в Россию, в Польшу я попала только в 54-м, оттуда снова уехала учиться в Россию, но оттуда я переехала в ГДР, а уж потом в Америку. По-русски и по-польски я говорю одинаково-свободно, а в английском у меня польский акцент, и я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что вы, ближе молодых, мне моих лет никогда не дали. Живу все тоже, молоденький, дорогой парень, на случай, если вдруг тебе захочется написать. Хотя, конечно, о чем между нами может быть переписка? Ведь когда ты был в Израиле в 71-м, ты даже не счел нужно меня поместить. Я уже не говорю приехать и на меня посмотреть. Насмотреть, конечно, не нужно. Кровая, кривая, незлобная. Моя дочь, и ты всегда почетиваешься. На прошлой неделе здесь одна девица из персонала столовой. Ее немедленно уволили. Тоже мне сказала, что я сломная. А я подумала и решила. Вот я действительно сломная. И это правда. Надо признать. Я понимала, что это будет что-то удивительное, поскольку он каждый материал подходит совершенно открывает разным ключом. У него очень интересный образ. У него есть свой почерк. Но когда я прочитала, я сказала, это поставить невозможно. Даже сценарий я прочитала. Я не представляю, как ты это поставишь. Он говорит, я сам не представляю. Хотя, конечно, он все понимал. Но это удивительный такой оркестр в смысле актерских индивидуальностей, потому что всегда успех спектакля зависит от распределения. Я вообще не представляла. Я говорю, ты мне даешь то, чего во мне нет. Он говорит, ну посмотрим, посмотрим. Мама вылала из сумки четыре снега лошади, протерла их носовым бортом и дала каждому полушину. Мы сели на землю и сидели в доме немножко и в кашу. Закончу на землю. Потом, когда все поели, мама сказала, что теперь настало время остаться. Потому что они слишком старые, чтобы идти с нами дальше. и все предчувствовали, что это оставание навсегда. Что нам предчувствовали, мы знали, но пидору было 17, а мне 15. Мы даже тогда представить себе не могли. Какое испытание нас ждет 18 лет? 18 лет, 18 лет. 11 сентября 1939 года мы рассказали с родителями. Когда они ушли по дороге в ту сторону Ангулу, только что пришли, я лег на траву а потом мы собрали наши пожитки, я надел рюкзак, он был с один и твоим братом, предотвращение оставляет солнце за сходу. Первая сложность это, конечно, инсценировка. Это много-много месяцев работы. Вариантов этой инсценировки было, уж не помню, 10-12, пока я как бы не сделал последний вариант. Тут последний вариант еще переделывался, обрабатывался вместе с актерами. Какие-то вещи уходили, какие-то вещи через них добавлялись еще в этот материал. А потом был очень сложный, очень трудный, хотя один из самых интересных процессов, когда люди открываются и начинают рассказывать свои судьбы, потому что это очень личностный материал для каждого из актеров, который в этом спектакле участвует. Без личностного отношения его создать бы невозможно было. Тут этот спектакль, который требует не только мастерства, актерского умения, таланта, он требует очень личностного подхода к театру, к собственной жизни на площадке. А это очень дорогого стоит, и это требует много времени и усилия, чтобы со своими, как говорят, демонами столкнуться во время репетиций. И это было, конечно, любопытно, сложно, но зато потом они уже сейчас получают удовольствие от встречи со зрителями. Мне очень хорошо знакомо это поколение, это поколение моих родителей. Я самая маленькая в семье, шестая, и поэтому у нас большая разница с мамой. И вот в чем-то Рита очень похожа на маму, на ее сестер. У мамы тоже огромная была семья, там вообще 13 человек. И поэтому я очень просто хорошо их понимала изнутри. Если понимаешь, то очень ясно выводишь даже и недостатки этого поколения, фанатизм, ограниченность этого поколения. При всей душевности этого поколения, при всей какой-то сердечности есть невероятный ограниченный фанатизм веры в коммунизм. Мой страх выдаст меня, это был еврейский страх, страх быть евреем, выглядеть евреем. Я думал, что только перестань быть евреем я смогу вышлить. На третий день я добрался до места глухая белорусская деревня. За неделю до моего приезда здесь были расстреляны все местные евреи. В полицейском участке меня принял секретарь поляк. И моя легенда родителей не вызвала у него подозрений. Мне выдали новые документы. Мне значилось отец немец поляк. Вначале меня кормило сабожное русское. Когда приезжал на немецкое начальство я переводил. Как-то раз в деревню приехал начальник окружной полиции Белоруссии и с ним вместе приехал какой-то немецкий чин, меня пригласили переводить. А вечером Семинович вызвал меня к себе и предложил остаться при нем личным переводчиком и учителем немецкого языка. И как ни странно я почувствовал облегчение потому что даже на этой маленькой должности я мог быть полезен местным чинам тем, нуждался в помощь. Возможность возвращала мне достоинства таким образом делая что-то для других я спасал свою совесть свою личность я начал выполнять обязанности переводчиков фактически я стал немецким полицейским в чине унтер-офицера я выступил на военную скульптуру в том чине в котором закончил ее мой отец. Не знаю насколько получилось все, что мы хотели в искусстве так не бывает чтобы все получилось на 100% всегда есть какие-то вещи которые остаются вне спектакля но самое главное что это сложный очень материал и очень непростой спектакль и очень как бы не тема не самая из конъюнктурных я бы так сказал это не фарс это не комедия это не детектив это сложный философский материал оказывается что он находит своего зрителя на этот спектакль невозможно попасть люди стоят в очереди чтобы купить билеты и посмотреть именно Даниэля Штайна вот это значит это получилось потому что для меня самое главное чтобы театр был местом очень серьезного разговора со зрителем мне очень настораживает что современная культура понизила уровень разговора со зрителем какого-то такого так скажем детского сада и конъюнктурных каких-то гламурных мероприятий и когда оказывается что можно разговаривать со зрителями на самом высоком уровне философии этики религии театра значит это обнадеживает значит еще еще не все потеряно когда наша земля отвечает будет твернута как старый карьбер когда сухие кости восстанут судить нас будут не потому на каком языке вы молитесь а потому на любви вы знали сердца отражает любви и отражает отражает Время.